В Молдове День Победы и Геополитика сплелись в один большой клубок. 9 мая в маленькой постсоветской стране могло стать днём большого противостояния сторонников и противников НАТО. Но не стало. Что же произошло, разбиралась Екатерина Каминская. День Победы в Кишинёве без парада, концерта и торжественных речей. Молдовские власти праздника устраивать не стали. Они сразу объявили, в этом году 9 мая выпала на Радоницу, день поминовения покойных, когда принято ходить на кладбище. Первые лица государства ограничились традиционным возложением цветов к вечному огню. Сюда же к мемориалу пришли десятки тысяч жителей Кишинёва с портретами ветеранов. Марш бессмертного полка организовала пророссийская оппозиционная партия социалистов. Это мой отец, а это брат, погибший на войне. Солдатами, без орденов, без ничего. Это портрет моего прадедушки. Он воевал в Великую Отечественную войну и практически дошёл до Берлина, но вот погиб. Мы из поколения поколением будем передавать ту боль, которую прожили наши деды, наши прадеды. Мы не допустим никогда, чтобы была война. Вышел с портретами своих родных и лидер оппозиции социалист Игорь Дадон. Для него День Победы ещё один нехитрый способ привлечь избирателей. Для большинства граждан Республики Молдова, семья которых есть, родственники, которые воевали, погибли, прошли всю войну, для всех нас свято важно, чтобы мы помнили, что для нас значит эта война. Ещё несколько дней назад казалось, что Кишинёв критически близок к новой войне с воображаемыми захватчиками. НАТО нам не надо! 3 мая представители оппозиции преградили дорогу американским военнослужащим, прибывшим на территорию Молдовы для проведения совместных учений. Впрочем, власти страны на инцидент внимания не обратили и предложили гостям место на главной площади Молдавской столицы 9 мая в рамках выставки боевой техники. Оппозиционеры-социалисты пообещали закидать американскую бронетехнику яйцами, но не смогли. Выставку провели на день раньше. Не нравятся военные учения НАТО и Приднестровью. Сепаратистский регион, мечтающий о вступлении в Россию, обвинил США в целенаправленном нагнетании напряжённости. Мы полагаем, что любые манипуляции с использованием в том числе подразделений НАТО, особенно вблизи зоны безопасности, способны ухудшить ситуацию, создать ненужную напряжённость. У нас в прошлом году был инцидент в марте 2015 года с Носгвардией США, когда военнослужащие вторглись в зону безопасности без предварительного согласования. Полагаем, подобного рода инциденты крайне деструктивными и считаем недопустимым провоцирование напряжённости в зоне безопасности, в том числе и с участием подразделений НАТО. Молдова, согласно Конституции, политически нейтральная страна. Сейчас сотрудничество с НАТО ограничивается совместными проектами в гражданской сфере, материальной помощью для национальной армии и участием молдовских военных в миротворческих операциях. Представительства у Североатлантического альянса в Молдове нет. Есть только центр по информированию и документированию о НАТО. Так этот центр называется официально. Однако именно его в Кишинёве и воспринимают как единственный и главный офис НАТО в Молдове. Георгиевские ленточки на заборе ярко это демонстрируют. Отношение населения Молдовы к Североатлантическому альянсу мало изменилось за последние 10 лет. Присоединения к блоку хотят лишь 15%. Но и это уже хорошо, говорят в НАТОвском центре. В первую очередь наша цель, национальный интерес не интеграция в НАТО, а просто сотрудничество. И это мы объясняем каждый раз нашим слушателям, что у нас сейчас даже не обсуждается ни в Кишинёве, ни в Брусселе о том, чтобы стать членом НАТО. Мы обсуждаем сейчас тему, насколько это продуктивно и насколько это хорошо для обычного граждана, это сотрудничество. Минобороны Республики открыто выступает за интеграцию Молдовы в мощнейший военный блок планеты. Но давить ни на кого не будет. Сближение с НАТО возможно только по обоюдному согласию. У некоторых сложилось такое ложное впечатление, что НАТО просто ждет, чтобы мы вступили в НАТО. И нас просят, нас тащат в НАТО, но мы сопротивляемся и мы держим вот так Конституцию, говорим, вот наша Конституция нам не разрешает, не настаивайте, пожалуйста. Это как для свадьбы, нужно обоюдное согласие. Нужно, чтобы и он, и она согласились, так и в НАТО. Но пока молдавский народ, который пытается перетянуть на свою сторону ту пророссийские, ту проевропейские политики, выбирать не научился. Импровизированный марш в честь 9 мая сегодня попытались остановить унионисты, сторонники объединения Молдовы с Румынией. Борьба унионистов с социалистами для Молдовы, переживающей, кажется, уже бесконечный экономический кризис, почти рутина. На центральной площади Кишинева с сентября разбит палаточный лагерь. Его жители протестуют против действующей власти. У городка есть даже собственный мэр, Ион Раце. Сегодня он остался дома, то есть в своей палатке. Когда наши заводятся споры на эту тему, потому что у нас есть и антиамериканская, есть и антирусская там. Я говорю, давайте мы сделаем, предложим и русской армии, чтобы они 10-го приходили сюда и тоже сделали такой же парад, демонстрацию. И когда американцы туда, а Россия туда. И оставят нас решать свои проблемы, свои родные, которых не так, а вот так уже накопилось. В городке Ион Раце все зовут господином профессором. Может, потому что он является членом Академии наук, а может, просто потому что старается в вопросах политики сохранять нейтралитет. Екатерина Каминская, телекомпания RTVI.